МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Овцы-нелегалы, пастух из Украины под покровом ночи пытался перегнать на Дон, а тару мелкого рогатого скота. Здравствуйте, в студии Анна Туполева. Какие сегодня новости на Дону? Будущее в пустыне, пыльные бури опустошают Донские поля. Все выдувает, зерно выдуло, лежит. Реакция на предсмертную записку Ростов об убийстве директора банка. Человек должен сначала подумать, стоит ли взять кредит. В погоне за званием баскетбольный Ростов-Дон вне Суперлиги. Тренер нам просто сказал, девочки, играйте. Многие земледельцы Дона лишились части посевов из-за пылевых бурь. Пустыня наступает на восток области. Чтобы преградить ей путь, в этом году высадили более 500 гектаров леса. Урожая зимых на этом поле не соберут. Пылевые бури засыпали всходы и повредили хрупкие ростки. Таких катаклизмов ремонтненские фермеры не видели уже 5 лет. Только посеяли. И пошли ветра. Всё выдувает, зерно выдуло, лежит. А зима я позасыпала пылью. Причина пылевых бурь – шквальный ветер и недостаток влаги. Весна здесь скупа на осадке. Преградить путь ветру и задержать воду в земле могут только лесонасаждения. В восточных районах их количество быстро растёт. Главная порода – акация белая, сопутствующая кустарник, шиповник. Мы высаживаем их, потому что при наших суровых климатических условиях все энцы этих пород, они более лучше приживаются в наших условиях. У акации шиповника мочковатая корневая система. Она буквально стягивает почву и защищает её от водной и ветровой эрозии. Орошение молодых деревьев проходит естественным путём. В бороздках скапливается влага после дождя и выпадения росы. Благодаря этому 70-80% саженцев выживут. И через пять лет здесь появится новый лес. 90% лесонасаждений на Дону искусственные. Если бы не они, по мнению экспертов, Восток области давно бы стал пустыней. В этом году зелёные лёгкие области увеличат на тысячу гектаров. Это площадь небольшого города. Такими темпами уже через несколько лет угроза превращения области в пустыню уйдёт в прошлое. Владимир Савеленко, Станислав Фоменко. На Дону. Два дня страна смотрит и обсуждает фильм «Однажды в Ростове». Первый канал показал уже четыре серии этой криминальной саги. И начинает проясняться, кто из её героев списан с братьев Толстопятовых, главарей банды фантомасов. Дерзкое ограбление, перестрелка, погоня – всё это было в конце 60-х прошлого века. Но официально бандиты в Советском Союзе не числились. Пять лет вооружённые нападения проходили на бумаге следователей, как разбой. А само расследование было засекречено. Ростовчане лишь слушали рассказы очевидцев и сочиняли городские легенды. Сегодня детали налётов не секрет. «Бандиты совершали нападения на инкассаторов и кассиров, грабили их». Промышляли вчетвером. Вячеслав Толстопятов сколотил банду сразу после выхода из тюрьмы. В подельнике он взял своего старшего брата, бывшего сокамерника и давнего знакомого. Поймать преступников не могли пять лет. Банда тщательно заметала следы. Автомобили угоняли и бросали сразу после дела. Обычное оружие, которое можно отследить по номеру, не использовали. Четыре револьвера, три пистолета-пулемёта и даже ручные гранаты. Всё оружие преступники изготавливали в полупромышленных условиях. Некоторые детали они заказывали у своих знакомых фрезеровщиков, которые на заводе вытачивали их под видом бытовых запчастей. Фотографии, материалы дела, улики не за железным занавесом СССР, а за выставочным стеклом. По этим снимкам директор музея ГУВД проводит небольшой экскурс по делу. Штабом банды и одновременно мастерской служил маленький домик на улице Пирамидной. Обычный с виду, но на поверку слишком тесный внутри. Так следователи заподозрили наличие тайной комнаты. Оказалось, что за зеркалом находится небольшая дверца. За дверцей находится маленькая комната, в которой стоял небольшой токарный станок и хранилось оружие. Своё прозвище Фантомаса ниже Толстопятовы получили благодаря маскировке. Во время нападения они скрывали лица чёрными чулками. Все преступления были продуманы до мелочей. И, как показал опыт, главное в чёрном деле – осторожность. Попытка первого нападения произошла около полувека назад. Здесь, на улице Большая Садова и проспекта Соколова, раньше располагалось здание конторы областного Госбанка СССР. Но нападение так и не состоялось. Преступники не смогли тихо угнать автомобиль. Водитель при виде пистолета испугался, нажал по тормозам и сбежал. Это привлекло внимание. Поэтому преступление пришлось отложить. Последний для Фантомасов налёт был их самым крупным делом. Вынесли 125 тысяч рублей. Кассира проектного института они ограбили в день выдачи зарплаты. Но уйти не удалось. В погоню бросились сами рабочие и грузчик из соседнего магазина. На звуки выстрелов отреагировали два милиционера и бригада пожарных. Единственный оставшийся в живых участник тех событий Евгений Кубышта вспоминает детали задержания. Я подбегаю к этой машине, осматриваю её и вижу, что сиденье водителя придавлено к рулю. Что-то меня толкнуло, что я не стал его трогать, это сиденье. Оказывается, он подложил под сиденье гранату, снял чеку и ждал, когда мы поднимем спинку, и она взорвётся. Доказать, что преступники – это те самые Толстопятовы, труда не составило. Номер изъятого револьвера совпал с украденным у инкассатора. На скамье подсудимых оказались трое преступников. Самосюк был убит при задержании. Остальных фантомасов приговорили к расстрелу, а восемь их соучастников получили разные сроки заключения за пособничество и недонесение. Подробнее о том, какие оплошности фантомасов помогли их задержанию, смотрите сразу после выпуска новостей. Евгений Кубышто, участник задержания банды Толстопятовых в 1973 году, дал эксклюзивное интервью программе «Первые лица на Дону». Интервью с Евгением Кубышто и смотрите сразу после выпуска. Тем временем однажды в Ростове продолжается каждый день. Донская столица пишет новые эпизоды для сериала будущего. Вчера вечером, например, в центре случился пожар на почве ревности. Виноват недавно демобилизованный солдат. Видимо, она его не дождалась. Он привязал юную подругу к стулу, открыл газовые конфорки и чиркнул с зажигалкой. Пожар тушили 60 спасателей в течение нескольких часов. К счастью, все живы. У демобилизованного ожоги 70% тела. Полиция задержала двух мошенниц, обманывающих пожилых людей. Женщины подозреваются в ряде махинаций на территории области. Берем костюмы хорошие на темирнике, приобретаем по одной цене, потом просим бабушек, чтобы они купили по другой цене, в помощь нам. Они как бы покупают костюмы для нас, а оставляют их себе. Если вы пострадали от действий задержанных, сообщите информацию по телефону 8 863 249 38 50 или позвоните по номеру 02. Предсмертная записка заемщика, который накануне застрелил директора банка и застрелился сам, с раннего утра будоражит умы интернет-сообщества. На сайте Южный регион ДОМ текст записки увидели более 3000 человек. Новость об убийстве Дениса Бурыгина, директора стола банка. Мы вывесили одни из первых, причем одни из первых вывесили и записку предполагаемого убийцы, самоубийцы Дениса Бурыгина. Наши читатели очень активно отреагировали на эту новость, она вызвала резонанс. И в комментариях есть как поддерживающие эти действия в том числе, так и резкие высказывания, конечно же, против. А что думает об этом улица Пушкинская? Вы знаете, я не считаю, что это вот однозначно довести кредиторы довели. Не знаю, человек должен сначала подумать, стоит ли взять кредит. Как ты, потянешь этот кредит или нет? Вообще в ВИС это плохо, сами понимаете. Ну а то, что оправдывали банки, не оправдывали. Самые банки, они построены на всяких михинациях, мы их не знаем. Тяжело сейчас выживать в наших условиях. Ну, не знаю, конечно, это не оправдание, но как бы этот же долг теперь на кого-то из родственников, наверное, ляжет. Донской губернатор Василий Голубев вошел в состав президиума Госсовета, обновленный президентом. Всего в главном совещательном органе страны руководители восьми регионов, в том числе Крыма. Главы донских предприятий знают, что лучшие кадры нужно готовить самим. В этом году работодатели откроют еще две специализированные кафедры. Три уже есть. Выполнение закона о взаимодействии колледжа и бизнеса сегодня обсудили депутаты Донского парламента на заседании комитета по образованию. Какие сегодня самые востребованные специалисты? Вот токарь, получивший диплом среднего профессионального образовательного учреждения, его сразу оторвут с руками? Нет, говорят, они не оторвут. А зачем тогда мы готовим такого токаря, если его готовят на руссельмаше? А кого оторвут с руками? Строителя, сантехника. Значит, вот этих и должно быть больше всего в номенклатуре подготовки специалистов. Закон работает шесть лет. За это время предприятий, которые платят студентам стипендии и гарантируют рабочее место, стало намного больше. Сегодня ростовчане торжественно встречали участников международного автопробега «Наша Великая Победа». 20 ветеранов Великой Отечественной войны, 150 учащихся школ и вузов, 35 участников проекта собрались на площади воинской славы почтить память тех, кто ценой жизни отстоял победу в Великой Отечественной войне. Десятки ростовчан с нетерпением ждут момента, когда можно будет развернуть главный символ акции – копию Знамени Победы. Его площадь 200 квадратных метров. Знамя путешествует по миру 17 марта. Своё начало эстафета памяти берёт из Севастополя. Ростов-на-Дону – 28-й город на пути масштабного проекта «Наша Великая Победа». «Слава советскому народу-победителю!» «Тысячи и тысячи людей разных национальностей, поколений, вероисповеданий, социального уровня вместе с нами разворачивали эту масштабную копию Знамени Победы, передавая тепло своих сердец, своих рук. Ну, в общем-то говоря, вот и в этом и заключается эстафета памяти поколений, регионов, эстафета, которая нас делает единым народом, единой державой». В основном составе автопробега – легендарная Победа. Автомобили соединят 90 городов России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Новороссии, Южной Осетии. Крайне западная точка – город Брест, а восточная – Ковров. В общей сложности проедут 25 тысяч километров. «Сегодня они, я считаю, что огромное такое дело делают, потому что соединяют города героев, они проехали через, едут по городам героев, едут по городам воинской славы. А это все патриотическое воспитание, это все поддержка наших великих людей, которые обеспечили нам сегодня свободу». В каждом из пройденных городов будет развернуто Знамя Победы. Вместе с ним в путешествии отправляются флаги государств, участников акций и регионов России. «Я считаю, что мероприятия нужно проводить почаще, потому что это воспитывает одежда молодого поколения. Спасибо нашим героям, которые воевали». Из Ростова автоколонна направится в Таганрог, а 9 мая участники проекта планируют вернуться в Севастополь, где и завершится эстафета памяти. Ася Куринова, Владимир Савеленко, Юрий Бабенко. На Дону. Снова бешенство. Карантин введен в Кашарском районе. Как сообщает пресс-центр Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных, в одном из подворий хутора Вяжа фермер застрелил лису, которая напала на свинью. Ветеринары проверили животное и выяснили, что оно было инфицировано вирусом бешенства. Карантин введен до 20 мая. Далее другие сообщения с места. Ветеранам и их вдовам новое жилье. В Матвеево-Курганском районе вручили документы, по которым жены смогут приобрести дом или квартиру. Размер государственной субсидии 1 миллион 200 тысяч рублей. Благодаря президенту, губернатору, мы сегодня имеем возможность делать небольшие подарки вам. Срок реализации господдержки 9 месяцев. День здоровья стал неделей спортивных мероприятий. Новочеркасские школьники после всероссийской зарядки устроили показательное выступление для товарищей. Мне нравится заниматься акробатикой. Чтобы быть сильным, умным, смелым и спелым. Как спортивные подвиги помогали совершить боевые победы, ребятам рассказали после мероприятия. В преддверии Дня Победы организаторы подготовили урок о спортсменах-ветеранах Великой Отечественной. Это замечательная дата, к которой готовится вся страна, 70-летие Победы. Поэтому мы считаем, что это очень важно для подрастающего поколения. Чтобы дети знали, как спортсмены завоевывали, отвоевывали победу и завоевывали и подтверждали гордое имя и звание спортсмена. Чтобы дети знали свою историю. Также детям предложено рассказать о своих родственниках-участниках войны для участия во всероссийской акции «Бессмертный полк». В 90 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны из Камен-Шахтинска. Виктор Андреевич Кураченко, бывшим стрелок-пехотинец, принимал участие в боях на Курской дуге. Освободил Украину, прошел с боевыми действиями Австрию, Венгрию и Чехословакию. Прибывая в не менее боевом духе, ныне заместитель председателя Каменского городского совета ветеранов войны и труда Виктор Андреевич ведет активную патриотическую работу с молодым поколением. Глава администрации города Олег Каютин присоединился к поздравлениям президента страны и губернатора области. «Хотелось бы сегодня первые слова, которые в ваш адрес сказать, это, наверное, слова благодарности. Благодарности за то, что мы здесь сегодня находимся, под этим мирным небом. Мы сегодня живем, мы сегодня можем радоваться жизни, расти детей, выращивать хлеб, строить заводы». Ажиотаж на донских рынках. В преддверии воскресения Христова люди скупают яйца, куличи, мясо и овощи. Во сколько в этом году обойдется пасхальная корзина? Об этом на страницах донской прессы. Хотят быть здоровыми, чтобы служить в армии. Газета «Молот» рассказывает о возрождении армейского престижа. Однако военкомы столкнулись с другой проблемой. Ради службы призывники скрывают свои болезни. Иногда о них узнают уже на комиссии перед отправкой в часть. Когда обмануть современную медицинскую аппаратуру у ребят не выходит. 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Ростовская область входит в пятерку лидеров по количеству призывников. Пасхальная корзина подорожала в полтора раза. В прошлом году подготовка к Пасхе у дончан была менее затратной. Чтобы пойти в церковь с крашенными яйцами, куличами, другими атрибутами праздника, в этом году придется потратить примерно полторы тысячи рублей. В редакции «Молота» подсчитали. Яйца подорожали на 15%, молоко на 19%, творог на 13%. Производители куличей яиц утверждают, что пасхальная ажиотаж тут ни при чем. И обещают отнестись к ценам на куличи с пониманием. Ребята Обливского района могут себя попробовать в любимом деле. Газета «Авангард» рассказывает о новом проекте «Я в профессии». Подросткам предлагают поработать на конкретном рабочем месте. Среди старшеклассников провели мониторинг и отобрали 35 участников. На некоторое время они станут учителями, полицейскими, банковскими работниками, парикмахерами, автослесарями и пожарными. Для того, чтобы определиться, у них есть еще год. А поделиться впечатлениями они смогут на ток-шоу, которое пройдет в апреле. В свой 85-летний юбилей жительницы Горлыкского района отмечена медалью за трудовой подвиг. Как и все дети войны, Валентина Горлова начала рано свой трудовой стаж. На 13-м году жизни она пошла работать на ферму и более 50 лет отдала сельскохозяйственной работе. День рождения воспоминаниями Мария Горлова делится с редакцией газеты. Сложили чемпионские полномочия. Баскетбольный клуб Ростов-Дон-Юфу уступил в четвертьфинале женской суперлиги Самарскому политеху. Что же пошло не так? Вперед, Ростов! Чемпион страны Ростов-Дон-Юфу прошел регулярную стадию турнира уверенно. По сумме очков Донские пантеры уступили лишь Питерской Ладоге. Казалось, эти две команды и разыграют первое место в нынешнем сезоне. Но вмешался политех. Самарский коллектив у себя дома смог вырвать важнейшую победу лишь во втором овертайме 80-77. А экс-ростовчанка Евгения Окснер заработала 18 очков и за малым с девятью подборами не оформила дабл-дабл. В ответной встрече подопечную Николаю Таносичука нанесли сокрушающий удар в третьей четверти. Довели разницу очков до 12. Затем уверенно победили. 64-55. Казалось, чемпиону не составит труда реализовать преимущество своего паркета в последнем решающем матче. Тренер нам просто сказал, девочки, играйте. Играйте в свою игру, в свое удовольствие. Получайте от этого удовольствие. Все. Это обычная игра. И в этой обычной, судьбоносной встрече эмоции зашкаливают уже в дебюте. И хотя откровенно грубо девушки не играют, некогда пантера страдает на протяжении всего матча. На это нельзя безучастно смотреть. Карьету скорой помощи заменяет бывший наставник Окснер Николай Таносичук. Молодец, тренер. Ростовчанки начинают поедидок неудачно. Отставание в 11 очков героически ликвидируют во второй 10-минутке. Чувствуется нервозность. Но Самара тоже дрожит. И хозяева, как Феникс, восстают из пепла 35-34 к большому перерыву. Невынужденные ошибки, необоснованные потери, уверенности ни у одной из команд нет. За 22 секунды до конца хозяева проигрывают 62-63. Затем фолл на столяр. Александра не промахивается. Два из двух. У Самары есть 15 секунд. Розыгрыш не выдающийся, но становится гроссмейстерским. А Евгения Кожевникова забрасывает победный мяч. 64-65. Времени у Ростова на атаку больше нет. Это конец. Где-то игра была раньше проиграна. Может быть, то, что в начале игры более собранная была команда из Самары. И нам потребовалось силы, чтобы их догнать. Может быть, не хватило этого. Но мы сейчас можем просто гадать. Но факт есть факт. С чемпионства мы свое сложили. Но чемпионат продолжается. Правда, без золотой лихорадки. Утешительная борьба за пятое место начнется уже совсем скоро. Первый соперник донских пантер, московская Глория, уже 14 апреля. Лев Клинов, Андрей Бордников. На Дону. Всероссийская зарядка так понравилась донским школьникам, что они предложили заменить ею уроки математики. Учителя, конечно, не согласились, но обещали подумать над тем, чтобы начинать с зарядки каждый учебный день. Посмотрите, как это было сразу после нашего выпуска. А на сегодня это все новости. В студии была Анна Туполева. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»